Всем привет! Меня зовут Лена, у меня есть сын Мафей. Привет! Я хочу открыть свой онлайн-магазин уходовой косметики и различных девайсов для красоты и травы. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, это моя дочь Алиса, ей три котика. Я мечтаю открыть уютную атмосферную кофейню. Я Федина Дарья, мне 28 лет, у меня двое детей и я открыла свое собственное дело. У меня два бэйби-клуба в городе Омске. Дарья Федина, мама-предприниматель, экономист, открыла бизнес по франшизе, амбассадор проекта «Гитфрендли» создает особое пространство для детей в Омске. Мы проведем с ней день и узнаем, каково это быть мамой в деле. Моё утро – это дети. Хочется сказать нервы, но я с утра не нервничаю. Я с утра сконцентрирована, я стараюсь собрать несобранное. Вы сырники будете? Это да или нет? Утро безумное всегда. Это еще сегодня они более или менее в хорошем настроении. Сначала завтракаем, а потом уже все шарные дела голодными не уходят. Я не всегда успеваю. До декрета я работала недолгое время экономистом в транспортной компании. Мне работа это никогда не нравилась. Сидеть на одном месте – это не мое. Хочется постоянно какого-то развития личностного, не только как карьерный какой-то рост. Для меня это не так важно. Для меня именно важно внутренняя составляющая, внутренний какой-то рост. Я стою в 6, в 6.30, мне надо выйти в 7, где-то в 45. У нас никогда это не получается. Мы всегда, мы всегда везде опаздываем. Кто узнает меня, пусть знает, что это не по моей вине, потому что мне не хватает времени вообще никогда. Муж уезжал, приезжал, потом совсем уехал из города. Конечно, ей тяжело. Я всю свою жизнь занимался спортом, хоккеем. Для меня тут нет работы, нет перспективы. Туда уехал тренером работать, готовить к Олимпиаде детей. Хотелось какой-то стабильности. За 7 лет в браке мы поменяли 15 городов. Это было достаточно сложно. И эмоционально появилось двое детей. Хотелось какой-то стабильности уже. Своей квартиры, своего какого-то уюта. И работы, любимой работы, куда хотелось бы вкладывать душу. Хорошо было, когда жена дома сидит, детей воспитывает. Раньше были пироги за каждый день. Но надо тоже развиваться. Сейчас я по-другому немножко на это смотрю. Тогда мне хотелось какой-то свой проект, чего-то большого, масштабного. Мне хотелось, чтобы это было красиво, ярко, с красивым праздничным открытием. Ну, хотелось какого-то праздника. Я люблю масштабное. У нас у Елисея каждый день тренировка хоккейная. Вот от Елисея тренировки складывается то, как я буду работать. То есть с утра это будет или это будет после обеда. Может быть изначально очень качественным продуктом, а может быть просто идеи фиксуют предпринимателя. Вот он решил, что он на это может заработать. Если предприниматель подходит к этому абсолютно математически, он решил заняться бизнесом, купить франшизу, изучил саму франшизу, сам продукт, изучил ее условия на текущем рынке, что да, такая ниша не заполнена, ее можно заполнять. Он посмотрел историю этих компаний в других регионах, посмотрел, на чем зарабатывает компания на самом деле, и посмотрел, были ли какие-то судебные истории, связанные с этим продуктом. И сколько зарабатывают на этом продукте, аналогичных, допустим, нашему региону. У нас есть сайт малого и среднего предпринимательства, СМП-навигатор, там есть бесплатная, есть платная информация. Сейчас вы можете спокойно проверить любого контрагента на уровне водоходности, на сайте арбитражного суда проверить, были ли судебные иски с этой историей. Сейчас все абсолютно в открытом доступе. По ННН-компании можно получить максимум информации из разных источников. Имея вот эту информацию, можно уже думать, покупать франшизу или нет. 80% усилий у предпринимателя дают всего лишь 20% прибыли, и поэтому поиск франшизы – это тоже время и деньги. В машине я провожу, наверное, большую часть своего дня. Дети ведут себя в машине, конечно, по-разному. Мама, дай попить, мама, дай дом, мама, дай все. Ну, я приспособилась, подстраиваюсь под них. И бывают, конечно, и кричат, и плачут, и что-то требуют, и скандалят. Первый раз я увидела бэйби-клуб в городе Мытищи. Мы приехали, и я загуглила, да, хотела пойти с ребенком в бэйби-клуб. Смотрю – нет. Мужик говорит, представляешь, нет бэйби-клуба в Омске. Он говорит, ну, давай, может, откроешь. Ну, как-то это все было сначала, это все было в шутку, и вроде он тоже не думал, что я прям загорюсь так. Сказала, что все посмотрела, все просчитала, что все как бы получится. Я же понимал, что рано или поздно моя карьера закончится, и как-то надо будет жить дальше. Мы сначала планировали, что я открою бэйби-клуб и уеду с ним по городам. Все будет то же самое, просто у нас будет бэйби-клуб. И будет какая-то стабильность, какой-то стабильный доход, стабильный заработок. А потом оказалось, что бэйби-клуб нельзя оставить. Это как ребенок, то есть его нельзя оставить, постоянно за ним присматривать, постоянно следить, чтобы никто не обидел. Рочное мутро с обзвона клиентов где-то часов с десяти, чтобы люди проснулись уже. То есть это люди, которые записались, которые просили какую-то обратную связь. Именно этот клиентский сервис – это и есть то, что нам дала франшиза, и то, что нам объясняют, обучают помощников, педагогов, администраторов, меня как директора, и мы постоянно растем. Франшиза достаточно дорогая сама, и включает она в себя очень много пунктов, которые мы обязаны выполнить. Вложений требовалось больших. У нас был хороший дорогой автомобиль, мы продали его, и на эти деньги открыли бэйби-клуб первый наш. Франшиза бэйби-клуба стоит миллион двести, и где-то на открытие клуба ушло порядка двух миллионов. В общей сложности где-то 3 миллиона двести ушло на открытие первого клуба. Мы купили франшизу, ремонт, оборудование, компьютеры, столы, стулья, игрушки, ковровые покрытия, игры, развивающие игры, Монте-Стори и так далее. Помимо этого всего – это техника, пожарная безопасность, видеонаблюдение, сигнализация. Все это тоже колоссальные вложения. Даша постоянно с детьми, постоянно то она в этом клубе, то в том клубе. В центре они бывают очень часто, они ходят на английский язык, на обычные дисциплины, на наши бэйби-классы. Я их привожу и езжу тоже по своим делам, девчонки меня всегда выручают. До двух с половиной лет у Есении была няня и бабушка. Иногда нам бабушка помогала, иногда нам помогала няня наша замечательная. Два месяца назад мы с ней попрощались, Есения начала ходить в садик. Первый клуб я открыла, ей было 8 месяцев. На этапе становления это был вообще кошмар просто, если честно, потому что она одна с двумя детьми. Это осложнялось тем, что меня рядом не было. Приезжала с малышкой, тут же ее кормила, тут же мы решали какие-то вопросы, звонки. Ей физически нужна была я. То есть это не просто мама в плане пришла там, поиграла. То есть ей нужна была физически мама, ей нужна была мамино тепло, мамины ручки. До сих пор у меня какое-то чуть-чуть такое чувство вины перед ней, что не до конца, может быть, было дано ей это внимание. Потому что все-таки были какие-то моменты, когда я, допустим, задерживалась там и до 10, и до 11 часов, когда вот клуб открывался, и она засыпала без меня. Какой-то момент, мне кажется, был упущен. Ее же детство не повторится, правда? Вот, а как бы, ну, немножко я себя винил за это. Каждый раз, когда я сужусь на диету, я хотела бы дойти до конца. Хотите избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья? Нужно похудеть небыстро, нужно похудеть качественно и надолго. Мы расскажем вам о главных ошибках на этом пути. Да похудеть проще пареные репы. Исследуем реальность и разоблачаем мифы в программе «Человек худеющий». Как отыскать нужный аксессуар? Сара Джессика Паркер имеет в своем гардеробе Павлова посадские котки. Эволюция любимых вещей сквозь призму времени. Первый стандарт платка появился еще в 18 веке. Телепроект для модниц «Вещь в себе». Новые выпуски каждый понедельник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Оливье. Наша классика, наша легенда. Раньше было вкуснее. Чем выше горочка, тем правильнее подача. Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в конус стакана. Телепроект для гурманов «Вкусно по ГОСТу». Взренный помощник позволяет четко видеть миллионам человек. Почему в кофейне пахнет карамелью? Это плавится сахар в бобах. Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут. Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте – это работы. Новые выпуски каждый вторник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Все наши сети оформлены одинаково. У нас существует чек-лист, у нас существуют стандарты качества. Мы, когда заключаем договор по коммерческой концессии, нам выдается план дизайнерский проект под дизайнерским надзором нашего бобиклубовского дизайнера Надежды Черемных. Она полностью ведет проект, все начиная от входа, окончая ручек дверных. То есть все-все-все проработано, продумано до мелочей. Существует прям чек-лист, и там прописано, что вплоть до закупки касаемо интеллектуальной комнаты, кабинета, творческой комнаты и всех комнат, которые у нас служат. Вплоть до того, сколько пачек скрепок должно быть на столе, какие листочки должны быть, в каком количестве они должны быть. У нас существует чек-лист и текущие деятельности. То есть все наши уборки, работа специалистов, дресс-код специалистов, вплоть до маникюра, все прописано у нас. Существуют такие стандарты, от которых мы не отклоняемся, а те клубы, которые отклоняются, они попадают под большие штрафы. Это было проще технически, во-вторых, это проще в плане дальнейшей работы. То есть мы берем педагогов с профильным образованием, но им не надо разрабатывать ни свою методику, ни писать конспекты, ни какие-то планы занятий на год разрабатывать. Все готово, все разработано методистами, которые работают уже 18 лет. Вход франшизы в регион – это маркетинг, это реклама, это пиар, это продвижение. И от этого тоже зависит очень много, сколько вы в изначальном этапе вкладываете вообще в продвижение этого продукта. И поэтому здесь угадать практически невозможно. И вы ориентируетесь не на то, что хотите вы, и то, что нравится вам. Вы спрашиваете, что любит потребитель, за что он готов платить. Поэтому здесь исследование рынка лучше доверять профессионалам. К тому же у нас есть высшее учебное заведение, где есть различные кафедры маркетинга, в том числе, где студенты привлекаются для исследования таких рынков. И, в общем-то, это получается, тем более для стартапа, менее высокая цена за стоимость услуги, чем если бы они обратились в какое-то маркетинговое исследовательское бюро или компанию. Процентов 95 предпринимателей изначально даже не закладывают маркетинг в свой бизнес-план. Маркетолог изначально просчитывает и стоимость товара, и стоимость его на рынке, и технологии продвижения. У нас почему-то считают, что продвижение в интернете – это и есть маркетинг. Это неправда. То есть у нас очень низкий уровень профессиональной подготовки предпринимателя для работы на рынке. И сращивание у предпринимателя своего кошелька с кошельком бизнеса – это категорично неправильно. Она переживает больше всего за то, чтобы у нас был постоянный рост клиентов, чтобы у нас был полный клуб, что на 10 лет, что на перелеты. Ну, это, так скажем, такая главная задача. Клиентов найти всегда нелегко, и здесь нужно работать. У нас на 10 лет октября клуб стартанул достаточно хорошо. С первого места у нас было порядка 40 абонементов. 40 людей доверили своих детей мне, как начинающему бизнесмену, бэби-клубу. Но я думаю, что это люди, которые пришли на бренд, а мы их не подвели. Основной наш канал продвижения – это сарфанное радио. Все-таки я считаю, что это основной. Пока еще он недостаточно хорошо работает. В соцсети активно мы занимаемся, продвигаемся в соцсетях. Этим всем занимаюсь я. Одно на другое отлаивается и превращается. Я не представляю, как она справляется. Честно говоря, я не понимаю. Окупается это все до сих пор. Нам по франшизе говорили, что где-то полтора года. Но вот мы сейчас в марте будет два года. Ну, вот я думаю, где-то к двум годам мы окупим свои вложения. У меня был, получается, бизнес-план расчета, который мне предоставила управляющая компания. Я переговорила с бэби-клубами других городов. Из этого у меня выстроилась картинка. И после этого я построила свой бизнес-план. Просто я еще думала подключить к этому проекту своего отца. Ну, у него там потом свои идеи возникли. И мы с мужем тоже решили, что все-таки мы сами потянем все это организовать. Папа для меня пример вот именно бизнесмена, такого грамотного. То есть он для меня главный советчик в каких-то вопросах, касаемых бизнеса. Он меня научил к какому-то хладнокровию, к четкому взгляду. Раньше у меня всегда были эмоции на все. То есть любая неудача заканчивалась слезами, звонками, тем и вся. А сейчас я на любую ситуацию смотрю, как просто такая ситуация. Все, ее надо решить. Никто, кроме меня, ее не решит, поэтому плакать времени нет. Дашка молодец, он мне не сказал. Но я думаю, что все-таки он гордится. Но просто он не такой человек. То есть он как-то свои эмоции все сдерживает. Может быть, когда-нибудь скажет. Ну, собственно, и для этого каждое утро я туда хожу. Это была идея Елисея. Я не особо хотел, чтобы он этим занимался. Но он видел меня, поэтому и захотел. Моя задача дать ему эту возможность, потому что он стремится, да, он стремится быть похожим на папу. Просто я хотел для него какой-то другой жизни. Я из Красноярска, сам родом. Я в 10 лет туда уехал. Жил один тут в общежитии. И пока Дашу не встретил, жил один, так скажем. Мне семьи не хватало, она мне отдала семью. С мужем вот очень сложно. Я не знаю, наверное, если год взять, вот сколько времени мы вместе. Ну, не знаю, месяца, наверное, 3-4 мы вместе проводим за весь год. Семья такой не должна быть. И дети растут, они не видят папу. Это тоже неправильно. Культовые детективы. Любимые сериалы. Как дела? Мировое кино. Ежедневно, круглосуточно, на продвижении. И один из самых успешных комиков в мире. Ищите продвижение в своем пакете каналов крупнейших операторов спутникового телевидения и больше не переключайтесь. Оливье. Наша классика, наша легенда. Раньше было вкуснее. Чем выше горочка, тем правильнее подача. Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в конус стакана. Телепроект для гурманов «Вкусно по ГОСТу». Взренный помощник позволяет четко видеть миллионам человек. Почему в кофейне пахнет карамель? Это плавится сахар в бабах. Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут. Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте – это работы. Новые выпуски каждый вторник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Учу тому, чтобы он не чувствовал свое личное пространство и разделял со всеми все. Это же хорошо, уже делится. Кому хорошо? Как ответить агрессору? Переломить спор в свою пользу? Можно начать плакать, можно начать смеяться, можно начать вспомнить, что, блин, а что же на этого вот заразу злюсь? Психологические эксперименты, беседы с экспертами в студии. А есть какие-то специальные позы, стоп-слова? В программе «Не стандартно и легко, а психология». Новые выпуски каждую среду в Омском эфире телеканала «Продвижение». Воды мы пьем очень много, поэтому счетов, но счета на воду с большими цифрами. Текущих расходов их много, зарплата, аренда – это самый основной расход. Ну и коммунальный платеж тоже достаточно большой. То есть это охрана, обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание интернет, телефонная связь, да, то есть тоже достаточно большие расходы. У нас есть программа, тоже, которую, опять же, нам дала наша франшиза, BBIS называется, и там это все прописывается и контролируется тоже ежемесячно. По налогам мы сейчас находимся на патентной системе налогообложения, тоже достаточно удобная система. Два раза в год мы платим определенную сумму за пользование данным патентом. На 2018 год у нас была, получается, сумма 15 тысяч рублей. Бухгалтерией занимаюсь я и иногда приглашаю приходящего специалиста, то есть, ну, просто какие-то там, допустим, принять на работу человека, уволить. В основном этим занимается приглашенный специалист. Что касается отчетов в пенсионные фонды, в ФССС, да, в фонд социального страхования, налоговую, всем этим занимаюсь я. Да, это нелегко, но, как бы, и не суперсложно. У меня есть электронная подпись, я просто спокойно сажусь раз в месяц за компьютер, отправляю все отчеты, это у меня занимает 20 минут максимум. Даша получает вообще такой плотный график, что, в принципе, у нее даже некогда пообедать. Ну, у меня такой характер, что я просто люблю помогать людям, и у меня всегда есть с тобой что-то там перекусить для Даши и для коллектива, в принципе. У нас большая дружная семья, большой дружный коллектив. Ну, мне кажется, вот это интересно. Сделаем опять аквагрим красивый вот, да. Мне очень сложно работать в команде, потому что мне всегда лучше сделать самой. Это моя большая проблема, то есть я не умею делегировать свои какие-то полномочия, свои обязанности, из-за этого очень часто устаю, срываюсь, нервничаю. Хотя людям надо просто сказать, попросить, да, никто мне не откажет. Команда у нас собралась суперская. Бывает, что там она и поплачется, и мы вместе с ней поплачем, успокоимся, подбодрим друг друга и дальше вперед. Вот руки постоянные. Четкое правило. Юрист должен посмотреть сами изначальные документы, правила, условия, технология самой продажи. У франшизы есть две части. Первая – это сама франшиза, и вторая – это технология ее продажи. Как она заходит вообще на российский рынок, кто и как ее продает. Есть ли вообще у самой компании аналогичный бизнес или она только продает франшизу. И вот этих условий очень много. Там просчитывается, кто оплачивает рекламу. То ли это компания, которой вы купили франшизу, то ли это вы оплачиваете рекламу. Есть ли у вас какие-то отчисления ежемесячные, ежегодные. Участвуете ли вы в прибыльных каких-то дележах. Надо просто открывать договор и читать. Для этого нужны юристы. И не надо думать, что вы очень умные, если никогда продукт не покупали, и вы сами справитесь. Не справитесь. И есть еще важный момент. Ведь франшиза, даже если она качественно упакована, имеет какие-то нюансы, связанные с законодательством. Если вы покупаете продуктовую франшизу, то там все нюансы, связанные с нашими надзорными органами, тоже достаточно сложные. Надзорные органы в разных регионах работают по-разному. Поэтому встреча с надзорными органами, повторюсь, это какие-то продукты питания, должны быть до того, как вы заключаете франшизный договор. И к тому же сама технология франшизы разная. Может быть, вам продают франшизу, где вы не являетесь собственником франшизы, и у вас просто будет 50% прибыли от этого продукта. Может быть, вы покупаете франшизу с правом перепродажи. Может быть, вы ее не можете перепродать дальше. В общем, очень много нюансов. Надо же оставаться красивой мамой, поэтому без тренировок тоже никак. Три раза в неделю, понедельник, среда, пятница. Регулярно на тренировки я уже хожу полгода. До этого, конечно, когда Есения была маленькая, было сложнее. То есть ей все равно максимально нужно было мое присутствие. Даже при наличии няни и бабушки, все равно хотела с ней больше времени проводить. Бэйби-клуб – это не такой легкий воздушный бизнес, как вот многие, наверное, думают. Перед стоябой стоят обязательства и финансовые, и ответственность перед родителями за их детей. То есть я несу ее за всех, за все, что происходит в клубе во время проведения занятий. И я эту ответственность чувствую. Она на меня никак не давит, не угнетает меня, нет. Просто мобилизирует и дает мне каждое утро пинок двигаться дальше. Когда мы приходим вечером, я с ней и с Елисеем, я стараюсь максимально с ними проводить время, плодотворно, чтобы нам было всегда вместе весело, интересно. Я думаю, что они потом будут мной гордиться. Муж меня любит покушать, и я ему стараюсь всегда его баловать, готовить. Когда он приезжает, у меня такой мини-отпуск. Я стараюсь меньше времени проводить на работе. Он давно хотел бы, чтобы мы переехали к нему, жили с ним в Пекине, потому что все тяжелее, становятся дети, растут, им нужен папа. И будем как-то решать, либо мы туда, либо он к нам. Потому что тяжело в таком режиме жить. Хотелось бы жить всей семьей, вместе, рядышком. Даже не в плане легкости быта, да, а в плане того, чтобы находиться вместе и проживать все моменты вместе, а не далеко друг от друга. Хоть мы и постоянно связи, но это все равно абсолютно не то. Я за ним переживаю. Дело не в клубе, не в деньгах, ни в чем. Я просто не хочу, чтобы она нервничала столько. Я не знаю. Я, конечно, хочу, чтобы наша семья была вместе. Но как бэйби-клуб оставить, как он будет здесь без меня, я себе не представляю. Это тот бизнес, в котором должна жить душа. И эта душа – это руководитель этого клуба. И если этой души нет, то все становится по-другому. Клуб – ну, клуб не тот. Но компромисс, наверное, надо все равно находить, потому что это бизнес, она к нему шла. И все как-то наработано. И бросить это, наверное, сложно. Конечно, я выберу семью. Тут как бы даже у меня не стоит это вопросом каким-то. Я просто… мне бы хотелось бы просто это совмещать. Но, конечно, совмещать на расстоянии 4 тысяч километров – это очень сложно. Муж меня во всем поддерживает. Он всегда мной гордится, всегда в любых вопросах, всегда на моей стороне. И всегда хочет, чтобы я не расстраивалась. Он всегда говорит, да, все нормально. Ты, как всегда, все решишь. У меня всегда только одна мысль – не подвести мужа, да, который в меня поверил. Не подвести саму себя, не подвести свой коллектив. Доказать родителям всем, что я могу, что, ну, это не просто какая-то там игрушка, да, или, ну, просто какое-то такое легкое увлечение, да. То есть это реально дело, которое, вот я говорю, прям плачет, потому что просто, ну, правда, это дело, которое, ну, для… открывалось душой, для души. И я очень люблю свой бэби-клуб и хотела бы, чтобы он дальше рос, развивался и ни в коем случае не прекращал свою деятельность в городе Омске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова